Всем привет друзья! Второй стрим опять ком, но ничего страшного. В этом стриме я буду отвечать на ваши вопросы касательно карповой ловли, все что знаю, все что умею расскажу вам и поделюсь с вами. Вы под предыдущим стримом задавали мне вопросы, я их сформировал и сейчас на них буду отвечать. Также буду отвечать с чата, вы можете в чат написать, напишите в чате звук, все есть, все нормально, слышно, все хорошо. Все так. Отлично, хорошо. Первый вопрос. Подскажите, как вы относитесь, стоит ли пробовать к рыбалке по очень холодной воде, 6 градусов, температура на улице плюс 4, так сказать, перед льдом. Стоит ли пробовать или карп уже будет неактивен и не нужно тратить времени? По холодной воде я всегда говорю и рекомендую, что ловля по холодной воде это очень сложная ловля и самое важное по холодной воде это найти где будет карп. Если вы найдете где будет карп и будете ловить максимально близко к нему, то соответственно вы с легкостью будете ловить и он будет плевать. Это однозначно. Я ловил и в 6 градусов ловил и в 4 градуса ловил и никаких проблем нет. Единственный момент лучше всего выбирать водоемы, который не глубоководный. Например, который метр-полтора глубина. В таких водоемах он будет максимально активен в то время года, пока нет льда. Как по весне, так и осенью. Второй момент. Ваша прикормка не должна быть аттрактивной. Прикормка и стики, насадки не должны быть аттрактивными. Многие заблуждаются и думают, что если они ловят по холодной воде, им нужно использовать высокоаттрактивные насадки, прикормки, чтобы это распространялось на большую акваторию воды и, соответственно, притягивал карпа. Я считаю, что это кардинально будет неправильно. Это будет главная ошибка, в связи с чем вы не поймаете карту. Прикормка вся должна быть мелкофракционной, не аттрактивной, не жирной. Также вы должны использовать стик такой. В него лучше всего положить пелец не жирный и бойло, которыми вы кормите. Можете даже другие бойло положить. Главное, чтобы в них и в бойло, и в пелец не заливаете никаких аром. Просто используйте бойло крушенный и мелкофракционный перец 1-2. И по насадкам. Насадки я бы использовал мелкие, 10-8 миллиметров, в авторце 10-12 миллиметров. Вот что-то такое маленькое, чтобы крючочек был максимально легкий и при малейшем всасывании стика он залетал в рот. Это вот самый главный совет, который могу дать касательно всей осенней ловли. Еще раз давайте пройдемся. Прикормки минимум. Вообще лучше ловить без прикормки поиском. Если вы на 4 убилища ловите поиском, с перезабросом раз в 2 часа, разные точки, отмаркерились, нашли там 8-10-12 перспективных мест, где бы вы ловили. И с интервалом раз в 2 часа я бы перекидывал. Возможно даже прикормку не давать. Если бы вы получите пару поклевок, там одну-две поклевки и поймете, что карп питается, самая главная ошибка, которую вы совершите, вы начнете много корма давать. Это все, это сразу убьет. Я бы продолжил бы ловить либо без корма, либо использовал ПВА-пакеты большие и в эти точки, где случались поклевки, не давал бы корма, а просто с большим ПВА-пакетом кидал бы туда, если это в зоне заброса. И, соответственно, так ловил бы. Это второе. Прикормка не ароматизирована. Если вы используете, лучшая прикормка будет это пылящие бойло, крушеные. И перец мелкофрикционный, 2-4 миллиметра максимум. Без каких-то заливок в маленьких объемах даете локально под точку. 1 спомб максимум не 2. Под каждую точку 1-2 спомба. И, как я всегда и говорю, лучше делать максимальное количество точек. То есть, если вы ловите на 4 удилища, то одно удилище на одну точку, одно на другую, одно на третью, одно на четвертую. Это если ловите на точках. Если ловите поиском, то я уже рассказал, как действовать. Стик бойло. Можно вареный, можно пылящий. Мелкофракционно перекрушенный. С тем же перецом. 1-2 миллиметра. Насадки. Маленькие, легкие поводки из мягкого поводочного материала. Не длинные. Это идеально будет для ловли осенью. Надеюсь, ответил на ваш вопрос. Давайте следующий вопрос из чата. Такой вопрос. Как правильно кормить карпа? Как не перекормить или не докормить? В каком количестве давать стартовый закорм? Ну, смотрите, хороший вопрос. Если вы знаете, что карп в данный момент времени активный, очень хорошо питается, то со стартом можно сразу валить. Если это касательно соревнований, например, рыбалок. Ну, валить в каком объеме? Не 10 килограмм корма, а, к примеру, 15-20 больших. Это если вы знаете, что активен. Но вы не можете знать, что он активен. Потому что он может быть активен вчера, позавчера, а сегодня он будет неактивен. Поэтому я всегда стартую, что на рыбалках, что на соревнованиях, 5 спомбов. 5 больших спомбов в точку и ждете отклика. Но вы всегда должны помнить, перед своей ловлей, перед своим соревнованиями у вас должна быть какая-то тактика. Тактика ловли, тактика кормления. Поэтому хорошей тактикой будет 5 спомбов в точку и раз в час один спомб. Например, 5 спомбов в точку дали, у вас поклевки нет. Час прошел, один спомб. Час прошел, один спомб. И вот так до вечернего закорма. Если вы на рыбалке, вы можете выбрать другую тактику. 5 спомбов со старта. Например, вы утром приехали, в 8 утра закинули 5 спомбов, расположили свое удилище в обед 5 спомбов и вечером 5 спомбов. Если вы дали 5 спомбов, например, и у вас случилась раз поклевка, то можно сразу же после поклевки подкинуть еще пару спомбов. Если случается еще одна поклевка, то можно так и кормить. То есть поклевка, пару спомбов, поклевка, пару спомбов, поклевка, пару спомбов. Если же вы дали спомбы и поклевок нет, я бы подкидывал раз в час спомб. Опять же, вы должны помнить, что если на водоеме, например, есть такие водоемы, где карп, например, шлепков с помпов боится и очень долго подходит к точке после этого. Таких водоемов мало, но они есть. Соответственно, в таких случаях лучше выбирать тактику утром, в обед и вечером. Или утром и вечером кормить. Поэтому, исходя из своего водоема, выбирайте тактику кормления. И желательно эту тактику убирать до начала кормления. Выбрали ее и начинаете ее придерживаться. Случаются поклевки, вы корректируете. Все. Надеюсь, ответил на этот вопрос. Вот, например, на Каневском ты летом ловишь, знаешь, что там огромнейшая активность рыбы, то 5 помпов это как... Ну, это ни о чем вообще просто. И, соответственно, со старта там даешь 15-20 помпов больших. И потом уже в какой-то тактике придерживаешься кормления. Следующий вопрос. Александр, подскажите, в каком случае применяется флюр, а в каком мягкий поводок? Про дальний заброс без стика все понятно. А если есть возможность забросить со стиком? Флюр или мягкий? Где, когда и почему? Хороший вопрос. Я раньше всегда топил за флюр. Я на него 2 сезона отловил очень успешно и мне нравилось. Сейчас я топлю за мягкий поводочник. Мне кажется, на мягкий поводочник более эффективный. Но какую-то честную статистику выявить и сказать, что однозначно это лучше, это хуже, невозможно. Потому что ты должен провести очень много экспериментов и очень много сессий отловить, создать максимально равные условия для поводков. Флюр очень эффективный поводок. Единственный момент, на флюре вы должны добиться такого, чтобы у вас засечка была максимально правильной. Если вы сможете создать свой монтаж, который будет делать максимально правильную засечку на флюре, тогда этот поводок будет очень эффективным. Какая проблема у основных рыбаков? Они где-то увидели, что флюр это круто, все, и начинают его использовать. Но у них потом засечки, то за вверх губы, то с внешней стороны засекаются на подбородок. Это говорит о том, что неправильная работа монтажа. Можете там посмотреть у меня на канале в моих фильмах, я рассказываю, каким я монтажом пользуюсь. И если можете повторить, у вас скорее всего будут хорошие засечки. Но тут очень много нюансов использования флюра и использования даже тех же крючков. Угол жала крючка, загнутая жала, прямая жала, какого размера крючок, какого размера длины поводок. Там очень много нюансов. Но я, наверное, скорее всего запишу видео отдельно, где я расскажу об этих нюансах. Об этих никто не рассказывает. Все говорят, вот, вяжешь поводок флюр, 17-18 сантиметров, крючок хайгуса 6 номер. Все. Будет круто. Почему будет круто? А если ты используешь инлайн, у тебя будут одни засечки. Если ты используешь скользяк, у тебя будут другие засечки. Если ты используешь безопасную клипсу, у тебя совсем по-другому будет засекаться карп. И в итоге получается, что карпятники на соревнования приезжают, ты потом стоишь и после соревнований, перед построением, блин, поклевок было, тьма. А, типа, один чемпион России неоднократный говорил, вот, у меня было, не помню, а, 180 поклевок за соревнования, 90 сходов. Я говорю, ну я чем ему вообще, о чем? И стыдно об этом говорить. Понимаете, вот зачем ловить на такой поводок, который дает тебе 50% сходов или 30% сходов? Идеальное количество сходов это 5%. Не 10%, но это, прямо, это уже что-то критичное. У нас в районе 5-7% сходов. Я вот считаю, это приближенный к идеальному показателю. Если вы сможете добиться, что у вас будет 5% сходов, это будет фантастика просто. Это просто идеально. Ваш поводок, монтаж, вы сами на удилище, все в совокупе идеально отрабатывает. Поэтому по флюру, надеюсь, понятно. По мягкому поводочному материалу, на мягком поводочном материале он более деликатный. С ним больше геморроев, с ним больше вероятности, что он запутается. С ним меньше нюансов его использования. С ним лучше засечки, поэтому с ним будет меньше сходов. Это один из элементов, один из пунктов, почему мы его используем. Потому что на нем идеальные засечки и процент сходов приближается вообще к нулю. Рыба отваливается только по той причине, что либо ты на вываживание накосячил, а чтобы сама отвалилась, практически такого не бывает. И поэтому мы мягкий поводок используем. Следующий момент, почему мягкий поводок. Когда вы ловите на илу, мне кажется, это не факт, что так, но мне кажется, что мягкий поводочный материал будет значительно лучше презентоваться, чем флюр. В следующем моменте, когда флюр используешь не только для дальних забросов, потому что его в основном используют для дальних забросов, потому что он не перепутывается в полете. Это когда вы ловите, например, на дикаре, на вольных рыбалках, где вы нечасто перезабрасываетесь. И, например, вы забрасываете утром и вечером, либо там раз в сутки. Понятно, что у вас не хочется заброситься утром, а до вечера у вас, например, рыба запутает поводок через 2 часа, и он будет запутанный до вечера лежать не в боевом положении. Поэтому лучше флюр использовать. Это будет с высокой долей вероятности. Вы будете уверены, что если у вас поводок лежит на дне, то с высокой долей вероятности он не запутанный. И он в боевом положении, и если карп подойдет, то он досечет. Вот как бы это основные элементы, почему я использую флюр. Смотрю. Если не сложно, поставьте лайки, а то у вас 75 человек в эфире, а всего 20 лайков, чтобы продвинуть трансляцию, а то у меня первый трансляция слетела. Те люди, которые хотели посмотреть, наверное, даже и не знают, что трансляция следующая идет. Также здесь задавается такой вопрос. А, это задавали. Добрый вечер. Чем перемолоть тигровый орех? Дешевых вариантов примерно количества 4-5. Скажу вам так. Вот многие молят тигровый орех ричманке. Вот это не мясорубка, а дробилка. Бойлы ей очень хорошо молоть. Но орех – это такая изнурительная тема. Орех очень хорошо молится обычной советской мясорубкой. Понятно, что у нее маленькая емкость, куда нагружать, но можно сделать дополнительно из пластика и железа емкость, чтобы можно было полкилограмма ореха высыпать. Потом берется сама вот эта насадка, которая одевается. Она обычно мелкая. Либо сварка, либо чем-то вырезается, чтобы было отверстие таких где-то 10-12 на 20, на 30, наверное. У меня вообще есть такая насадка. Она стандартная. насадка идет. Во всей этой насадке всего два прорезя. Сверху и снизу. И она очень хорошо крушит орех. Вы когда крутите, она прям ломает орех. И орех получается и мелкая фракция, и средняя фракция. И где-то цельные пролетают. Идеально вообще. И очень быстро. Что важно, это намного быстрее, чем когда вы будете на ричманке крутить. Так что, получается, мясорубка лучшее решение. Борис смотрит. Сегодня без VPN. Я не знаю, кстати. В прошлый раз просто с обычного телефона не запускалась с сети. Сейчас просто с обычного телефона, с мегафона запустилась. И я утром попробовал, запустилась. Непонятно из-за чего. Сегодня, я думаю, качество должно быть. И связь намного лучше. Пропишите, пожалуйста, хорошая связь, звук вот эта. Каким я подматываюсь? Нить подлески. Как облавливать точку? Когда за точкой? Чем кормить и на что ловить? Или стараемся выделить насадку, чтобы сильно отмечиться от кормового пятна? Хороший вопрос. Жи по воду. Смотрите, я приверженник осознанной ловы. Я стараюсь максимально ловить с кормом. Я не понимаю тех людей, которые кормят 100, ловят 120. Я вообще не понимаю, зачем тогда они кормят, если они ловят 20 метров от корма? Раньше я насмотрелся блогеров, я ловил точно так же. И сейчас считаю, что это чушь наиполнейшая вообще. Да, есть варианты, когда плюс 20 метров от корма эффективно ловля. 100% есть. Но в 90% случаев вы будете всегда обыгрывать тех людей, кто ловит плюс 20 метров, если вы будете ловить в корме, рядом с кормом, прям в плотную. Я не понимаю, почему вы кидаете вкусный корм, для который карп ест с удовольствием, и почему вы ловите плюс 20 метров от корма, 10 метров от корма. Почему не ловить прям в корме? Не понимаю. Почему не ловить там метр-два от корма? Прям на границе корма, чтобы карп когда подходит, ваша насадка лежала первая. Не понимаю. Я считаю, что ловля в корме будет намного эффективнее в 90% случаев. Также, на что кормлю, на то и ловлю. Если я кормлю постоянно клубникой, то я и ловлю на клубнику. Вот вы кормите ананасом, бойлом, и ловите насадку тот же бойл ставьте. Единственное, можно играться диаметром. Можно ставить 15-й тонущий, можно ставить 20-й тонущий. Иногда бывает, что мелкая насадка работает лучше, а иногда бывает наоборот, крупная насадка работает лучше. Иногда пупа работает лучше, а иногда тонущий работает лучше. Это нужно экспериментировать. Так же, как и с расстоянием от корма. Бывает, что рыба, например, неактивная, и она очень хорошо ловится прям на подходах, 2 метра от корма. Она слабоактивная, она проплывает над кормом. Ты с подъемной съемки смотришь, она проплывает, хватает что-то, взяла насадку и выплыла из кормового пятна. Потому что кормовое пятно создает на нее прессинг. И она выплыла. Потом опять на следующий заход заходит и берет. Отплывает 2-3-4 метра и опять заходит. Если ваша оснастка будет лежать 2 метра от корма, она не будет конкурировать с кормом. То есть конкуренции с кормом у нее не будет. Она будет лежать на чистом. И вот каждый вот этот выход, заход в корм, ваша насадка будет на маршруте движения карпа. И с высокой долей вероятности он ее будет поднимать. Когда же карп активен, и вы создали, например, локальную точку 50 метров, вы можете максимально точно создать. То есть точность точки на 50 метров может быть 2 на 2. И вам, конечно, если карп активен, вы знаете, из подводной съемки карп подходит к корму с краю и начинает пылесосить. Если вы будете ловить 2 метра от корма, то он раз прошел вашу оснастку, подошел к корму, если он вашу оснастку не взял, и корм пылесосит стоит. И то, что ваша насадка там лежит, он ее никак не может взять. В таких моментах лучше ловить в корм. Поэтому, когда вы ловите там, у вас точка одна, а у вас два удилища, очень эффективно ловить одной палкой за кормом 2 метра там, а одной палкой в корме минус метр. Простой пример. Вы кормите 50 метров на плетенке, например, у вас спомбы будет падать. Дальнее самое, что будет падать 50, но в основном у вас будет 48-50 здесь падать, потому что в клипсе, когда вы попадаете, у вас отлетает чуть будет. Вот в этом. Одну палку вы ставите 48 или 49, а другую палку ставите 52. И смотрите, если палка работает очень хорошо 52, а 49 не работает, то с высокой долей вероятности рыба менее активна, она подходит, отходит, и ваша палка, которая на подходе стоит, работает лучше. И соответственно, вам эффективнее будет вторую палку тоже на подход положить. Если же у вас палка, которая в корме стоит, она лучше дает, то скорее всего карп заходит в корм и питается. Тогда, соответственно, можно и увеличивать и объем корма, но имейте в виду, что когда вы ловите в корме, прямо в корме, вы должны выделить насадку. То есть, как выделяют насадку? Первое. Это размеры. То есть, если у вас корм, например, мелкофракционный вы даете, то можно насадку сделать 15-20 миллиметров, чтобы ваша насадка была самой большой частицей вашего корма. Второй момент. Насадку выделяют ароматикой. То есть, ваш корм пахнет определенно, а насадку выделяют либо этим же ароматом, что я рекомендую делать. Например, если вы кормите клубникой, вы дипуете прямо в клубнике. И сильно ароматизированная ваша насадка. Второй момент. Выделяют кардинально другим запахом. Например, вы кормите клубникой, а насадку используете, к примеру, там, монстр крафт, чтобы прям кардинально другой вкус был. Очень часто это тоже может дать свой результат. И ловите прямо в корме. Следующий момент. Вы выделяете цветом. Ну, выделяется, например, насадка у вас там красного цвета, а вы шапочку подсаживаете желтой. И презентация выделяет. То есть, у вас может как тонущий быть, так вы можете поп-апом поднять, и у вас будет как баланс плавать. И поэтому, когда в корме ловите, всегда нужно выделять вашу насадку, чтобы кард ее максимально быстро взял. То есть, главная задача при ловле в корме, да и за кормом, чтобы кард максимально быстро увидел вашу насадку, и желательно, чтобы он ее брал первой, а не тогда, когда он съест все, весь корм, и потом последний берет вашу насадку. Что вы можете увидеть на подводных съемках, вот люди снимают, очень часто бывает, корма насыпана, насадка лежит прямо в корме, кард с одной стороны, с другой, с другой, с другой, все объест, чистое дно, и потом поплывает, и последний насадку берет. Так можно ловить? Можно ловить, но вы получите поклевку, пока он, когда он только все съест, и, соответственно, там, через два часа. А есть подводные съемки, когда корма накидано много, насадка лежит, и она выделена каким-нибудь розовым попапом, и карп подплывает, и первый ее берет. Соответственно, в таком случае, если ваша насадка будет привлекать карпа быстрее, чем, как бы, и корм, то вы будете получать просто больше поклевок. Очень многие считают, что насадка не играет никакой роли. Я считаю, что это кардинально глубочайшее заблуждение. Ну, вот вы посмотрите подводные съемки, и, как я только что и говорил, карп берет насадку первой, либо берет карпу насадку после того, как он весь корм съест. То есть, либо вы получите поклевку через 10 минут, либо вы поклевку получите через 2 часа. Кто больше поймает рыбы, какой рыбак, который каждый 10 минут ловит, или каждые 2-3 часа. Соответственно, насадка играет очень важную роль. Это по насадкам. Давайте следующий вопрос, который вы задавали. Как регулировать длину волоса под определенные условия? Например, дикарь или свободная рыбалка на платнике? Поклевки есть, но много сходов. Давайте по длине волоса. Для себя я не утверждаю, что это правда, что это 100% вот именно так и есть. Так я думаю, что чем короче у вас будет волос, тем больше поклевок вы будете получать. Это первое. Но второе, тем больше сходов у вас будет. Это вот такая закономерность. Если вы на водоеме, где за двое суток кто-то ловит одну-две рыбы, я бы делал всегда максимально короткий волос, чтобы у вас максимально больше поклевок было. Пускай будет сход, но вы получите поклевку и не просидите ее вообще просто без пика. Если же вы хотите, чтобы у вас была максимально идеальная засечка, то длина волоса, чем будет образно он длиннее, тем и случится поклевка, то засечка будет лучше. К примеру, как делают. Вот у курячка есть жало, ну целье, не целье, а зеф, который загиб, да, где жало. И берут резиночку, либо колечко ставят напротив этого жала, и волос с насадкой должен огибать это жало. Это идеальная длина волоса для разных насадок. Но вы должны понимать, что под тонущей насадке определенная длина волоса, под плавающей насадке также другая длина волоса. Но главная закономерность, которую вы должны понять, что чем короче волос, тем больше будет поклевок. Но будет больше сходов. От чего больше поклевок? Когда у вас бойл максимально прижат к крючку, то есть карп, когда неактивен, он всасывает слабо, и он чуть-чуть всасывает, бывает, и выплевывает. Но когда он уже чуть-чуть всасал, так как крючок у вас максимально близко находится к насадке, насадки, то у вас случается засечка. Она может быть плохая, но она случается. А когда у вас длинный волос, он неохотно всасывает его и выплевывает, то он даже крючок бывает не успевает оторваться. Почему при неактивной рыбе очень эффективные насадки, хупапы, вавторсы, которые близко прижаты, потому что они близко прижаты к крючку, и они маленькие. Когда он всасывает их, карпу легче их засосать, и, соответственно, у вас будет больше поклевок. Вот. Я такую выявил закономерность. Очень многие ловят на флюр с вавторсами. Вот я для себя четко определил. Если вы ловите на флюре с вавторсами, это когда у вас крючок лежит на дне, а вавторс болтается. Если вы сделаете сильно коротко, то у вас будет очень много сходов. То есть очень короткий волос. В таком случае нужно делать длинный волос. И тогда у вас сразу сходы прекратятся. И я вот думаю, что вы писали этот вопрос, очень много сходов. Вы, скорее всего, так и ловите. Ловите на вавторс, и его прижимаете, как попап, близко к крючку. Соответственно, у вас из-за этого сходы. Попробуйте удлинить его, и, соответственно, когда сходы, вот еще, чтобы закончить этот вопрос, когда у вас сходы, не нужно, вот многие говорят, вот там надо поводки новые вязать, и так далее. Первое, что вы делаете, вы играете с длиной волос. Первое, это вот основное. Короче, длиннее. Если у вас длинный, делайте короче. Если короткий, делайте длиннее. Еще сходы, еще длиннее. Не помогает. Следующее, что вы делаете, это вы увеличиваете размер крючка, либо уменьшаете. Но, как правило, если вы уловите на маленький крючок, у вас сходы, увеличение крючка приводит к тому, что сходы прекращаются. У большого крючка лучше зацепляемость, и, соответственно, сходов будет меньше. Но, как в теории говорят, что если больше крючок используются, то типа будет меньше поклевок. Я это не проверял, я это не знаю, но есть вот такая вот теория. Поэтому, когда сходы, удлиняете, укорачиваете волос, пробуйте, либо увеличиваете, либо уменьшаете крючок. И третье, что вы должны сделать, это уже удлинение, либо укорачивание поводка. Вот три момента, которые вы можете сделать, когда у вас сходы. И, если вы это сделаете, я вас уверяю, сходы 100% должны прекратиться. Давайте следующий вопрос уже с чата. Расскажи про свой опыт работы с катушками. Есть ли китайцы достойные Кати? Да это уже бред полный. Вот то, что единственный бренд, это Шаман или Дайва. Я вот два сезона, четыре года назад, два сезона отловил на вообще китайские катушки Коннор с Байтранерами. Чтобы вы понимали, у меня было за два сезона 44 выезда. Это не дневные выезда, а сутками. То есть, это не 44 суток, а это 44 выезда, которые и соревнования, и рыбалки. Как правило, у меня рыбалки меньше двое, в основном двое суток. Очень редко бывают одни сутки. 44 выезда. Я их ни разу то не сделал, продал, и человек еще ими ловит, и проблем никаких нет. Потом я купил катушки Mi Fine, Яха, вот эти 8 тысяч. Сезон отловил, у меня было 18 выездов в этом сезоне, но из них я летал в Краснодар, ну, пускай там, 10 выездов в этом сезоне. Я отловил эти 10 выездов, из них 5 соревнований, здесь в Калининграде было. Вопрос вообще никаких нет. Они стоят 3 тысячи рублей. Если она сломается, я ее просто выкидываю и куплю новую. Но я вот сезон отловил, они у меня все 5, как я купил, они 5, так я и пользую. Этот сезон, вообще, я вот в том сезоне хотел сделать себе на дальние дистанции с подовыми катушками ловить. Мне, ну, как бы, один человек утверждал, что с подовыми катушками нельзя ловить на дальних дистанциях. С подовыми катушками только для кормления. Я никогда не понимал, почему с подовыми катушками я не могу ловить на дальние дистанции. Чтобы вы понимали, например, у с подовой катушки вымотка реальная, метр 17, метр 18, когда ловишь очень далеко, 150 плюс. За один оборот катушки метр 17, метр 18 выматываешь. Когда вы ловите на басию, вот эту всеми любимую, у нее заявленная вымотка за один оборот 88 сантиметров, а фактическая вымотка 83-84 сантиметра. То есть, я с подовой катушкой один оборот делаю, метр 18 выматываю, а басия я выматываю 83 сантиметра. Разница 35 сантиметров. Это практически 50% разницы. Чтобы вы понимали, когда вы ловите на дистанции 150 метров, это очень сильно ощущается. И чтобы в заключение подвести этого вопроса, мы сезон отловили на соревнованиях всероссийского уровня, где принимали участие 51 пара, 48 пар, 38 пар. Мы практически всегда были в призах. И мы ловили на сподовой катушке. И за сезон отловили ими, и не было никаких проблем. И что самое интересное, у нас всегда ловля была в основном это сверхдальняя. То есть, ими мы и вываживали рыбу. На одном соревновании мы поймали 162 рыбы за турнир. 822 килограмма. На одном соревновании мы поймали 100 рыб за турнир. На одном 50, на другом 50. Ну, то есть, и все рыбы с дальней практически, с дальних дистанций. И катушки как в начале сезона служили, так и в конце сезона. Вопрос с ним. И даже на турнии собираюсь отдавать, в следующий сезон буду на них что-то. Катушки называется Каида Айрспорт. И проловили. Стоит катушка новая, тогда, когда мы покупали, стоила в районе 7000-6000 рублей. Мы что-то взяли себе 8 катушек и вопросов вообще нет. Мы им и кормим как сподовыми катушками. У нас есть они 2 как сподовые и 6 как рабочие. Все. Вопросов вообще нет. Рекомендую катушку. Сейчас, на этот сезон, на средней дистанции мы взяли из Шарк, как это называется, катушка. Она в районе 6000 рублей стоит. Новая. для средней дистанции. На ближних дистанциях мы используем Daiwa Bassi. У нас 6 штук. Для ближних дистанциях они кайфовы. Они легкие, там 400 с чем-то, 80 грамм. но они выматывают 80 сантиметров. Когда у ловите дистанции 30 метров 70, вопросов вообще идеально, нормально. Но когда на дальних дистанциях, вот мы на дальних следующем сезоне у нас кубок России, чемпионат России, мы будем катушки средней дистанции у нас будет и Шарк катушки вот эти ближней дистанции Daiwa Bassi надеюсь ответил на ваш вопрос. Расскажите, пожалуйста, про длину поводка из мягкого материала без оплетки. Какова оптимальная длина такого поводка? Уточните, пожалуйста, длина включает длину ключка или нет? Спасибо. Посмотрите, если я использую под пупок, под одиночный, я использую в районе 10-12 сантиметров поводок. Он действительно короткий. Если я использую с тонущим мягкий поводочный материал, то у меня в районе 12-15 сантиметров. Ключок я не считаю. То есть я считаю от ушка крючка до конца петли. Вот это расстояние. От 12 до 15 для тонущего бойла, для пупапа от 10 до 12 сантиметров. Я не вымеряю так, что вот 100% надо сделать, чтобы 10 сантиметров 5 миллиметров было. Вот будет 10 с половиной хорошо, будет 11 с половиной без разницы. То есть вот эта разница в один сантиметр вообще никакой, как мне кажется, разницы для ловли не несет. Следующий вопрос давайте. Если не сложно, поставьте лайки, чтобы трансляция продвинулась в поиске, чтобы люди увидели и подключились. Ты пользуешься бойлами от Red Carp, знаешь ли их состав в процентном соотношении ингредиентов или нет? То почему? Честно, вот я говорю, я не заморачиваюсь так, как многие думают разбирать на молекулы. Я самое главное, что знаю для себя, я использую клубнику от Red Carp. Она на рыбной муке. Это самое важное для меня. То есть она понятно, что бойлы это в основном зерновые, экструдированные, но в нее добавлено минимальный процент рыбной муки, что дает ей большую питательность, чем если бы этого не было. И соответственно, когда Carp ест, он и не насыщается как рыбными бойлами, где процент рыбной муки может быть 20%, 25-30%, но все равно там есть питательность. Они не пустышки. Как вот многие называют, срубтовые бойлы это пустышки. Они не пустышки. И поэтому я их использую. Я не экспериментирую. Я вот три года ловил на них, ловлю. Я очень хорошо выступаю. Те, кто следит за мной, на соревнованиях всероссийского международного уровня мы очень часто оказываемся в призах. Выиграли отборку на кубок, не выиграли, а второе место на кубок России. В следующем году на кубке России будут наступать. Так что зачем мне, чем экспериментировать, если ну как бы работает. И следующий момент. Мне говорят, порекомендую какие бойлы. Я не могу порекомендовать, потому что я три года ловлю на одни и те же бойлы. Я вот, ну как бы, даже не могу порекомендовать вам это уже производители другие бойлы. Потому что я на них не ловил. Я ловлю на клубнику и ловлю. У меня ловится и ловится. И я не собираюсь менять. Если мне кто-то скажет, Саш, вот эти бойлы намного лучше, чем твой редкарбс, то я об этом подумаю. Посмотрю, поизучаю. Но, чтобы вы понимали, редкарбс, цена по предзаказу 300 рублей. Я не знаю, где вы сейчас найдете такие бойлы, которые вы сможете купить за 300 рублей, чтобы они эффективно ловили рыбу. Я не знаю. Поэтому, если бы мне кто-то предложил бы, сказал бы, Сань, вот бойлы продают по 150. по 150 рублей, не хуже редкарбса. То тогда можно еще думать. А когда, что думаем? Сейчас в основном бойлы продают 600, 700, тысячу рублей за килограмм. Кто хочет, пусть покупает. Мне этим нравится. на конецком, на понтоне, в Газеба не слишком тесно по логистике или Black House самое то. Ну, смотрите, есть разные люди. Может, кто-то не знает. Газеба – это такой шатер. У него размеры, как правило, 3х3 есть, 3,5х3, по-моему, есть размер, 330х3, 330, что такое. Black House он меньше. Газеба шатер, вы перепутали, Газеба шатер больше, чем Black House. Black House размеры 250х2,80. И разные люди любят разный комфорт. То есть, одни люди, например, любят, что в палатке было широко все объемно, тогда это лучше брать наш Газеба. Если вы, типа, вот как мы, например, ловим в спорте, мы практически в палатку за день не заходим, то нам шатер это по стольку, по стольку, чтобы сделать насадки и ночью там вздремнуть. А так, мы ставим салар вообще шатер, маленький салар, на этот сезон мы купили Нэш Блок Хаус. И будем в Блок Хаус. Так. Следующий вопрос. Сань, скажи, пожалуйста, смешивать ли закормочные бойлы рыбными со сладкими? Вообще, можно ли это делать? У всех свое мнение. Кто-то говорит ни в коем случае. Кто-то говорит это нормально. Хотелось бы задать тебе этот вопрос. Я, по-моему, уже где-то отвечал на этот вопрос. Еще раз отвечу вам. Смотрите, можно делать в карпишнике все, что вы хотите. Вот все, что хотите. Главное, чтобы это результат давало. Я всегда говорю, что если вы хотите успешно, стабильно, осознанно ловить, вот, то вам нужно придумать состав прикормки такой, который будет работать на одном водоеме. Вот, например, как кормлю я? Я использую 50% ореха. Это в среднем, это вот не говорю про конкретные случаи и так далее. Это все может меняться, но в среднем 50% ореха, 50% бойл вареных. Все, прикормка на этом заканчивается. Дальше идут, использую порошки от Бадик Гасанов, делает бетаин, протеин, и арому от того же редкарбса с амином. Все. Дальше, например, уже строятся тактики. Если вам, вы знаете, что в водоеме много мелкой сорной рыбы, вы укрупняете фракцию. Если вы знаете, что рыба неактивна, вы уменьшаете фракцию. Соответственно, увеличиваете где-то объем бойлов, где-то увеличиваете объем ореха. И вот так, дальше играйте. Но в границе это бойло и орех. Где-то может быть 20% бойлов, 80% орехов в каких-то случаях. В каких-то случаях, наоборот, может быть 80% бойлов, 20% орехов. Вы утром можете кормить 80% бойлов, а 20% орехов, а вечером уже наоборот можете кормить. То есть, здесь уже тактика. Здесь вот как бы это уже будет ваша импровизация. А то, что можно ли смешивать рыбные бойлы с фрутовыми, да, конечно, можно это сделать. Самое главное, чтобы это работало. Если это работает, то можно делать, что хотите. Еще раз повторяюсь, вы делаете состав бойлов такой, состав прикормки свой, чтобы он работал на одном водоеме. Вот на одном водоеме работает. если это работает на одном водоеме, я с уверенностью могу сказать, что это будет работать на большинстве водоемов. По крайней мере, у меня это так. Я придумал один состав прикормки. Я ловлю и в Калининграде, и в Краснодаре, и в Питере, и в Ростове. Без разницы. Разные водоемы, разные климатические пояса. Рыба клюет. Поэтому самое главное, что вы должны понимать, самое главное, что вы должны, когда вы делаете прикормку, вы должны суметь повторить ее сделать на следующий день, либо на следующую рыбалку. Что это значит? Вот многие возят с собой, я купил одного производителя, второго, третьего, пятого, за три сезона, за пять сезонов накупили разных бойлов и не выкидали. У меня есть два килограмма одних бойлов, пять килограмм других. И давай вот это все винегрет. Сегодня сделали прикормку, замешали, налили там типами разных жидкостей. Вечером садитесь делать прикормку, вы это уже не можете повторить. То есть ваша прикормка хоп, сработала, рыба хорошо отзывается. Вы вечером садитесь, а что я туда бросал? Понимаете? Если очень часто бывает так, что вы ставите насадки на поводок, рыба клюет, насадка слетает и вы не можете вспомнить, какую вы насадку ставили, а как вы можете вспомнить, что вы туда накидали в корм, когда вы туда накидали четыре разных вида бойлов, пять разных заливок, присыпок, пелицы, хирелицы и так далее, зерновых. Как вы это можете вспомнить? Никак. Вечером садитесь делать прикормку, делаете типа что-то такое, но уже даете другие бойлы, либо подсыпаете какие-то другие бойлы, и потом у вас точка выключается и вы говорите блин, рыба ушла, рыбы нет, а рыба просто поплыла, какой-то из ингредиентов данной прикормки ее насторожил, и она сказала, нафиг мне это надо, поплыла к соседу и там покушала и поплевала. Все, поэтому, когда вы делаете прикормку, вы всегда делаете из одного и того же. Вот я в начале сезона беру там образно 150-200 килограмм бойлов одних, заливок и все. Я даже ничего не могу придумать. Вот вы понимаете, на соревнования, на рыбалку приезжаю, вот мне идти и смотреть, знаете, есть такие рыбаки, спортсмены, которые прячут прикормку и не показывают там пачки, прячутся, чем они кормят. Что толку от этого? Ну что толку, что вы прячете? Ну какой толк? Ну вот ты мне даже скажешь, Саня, я кормлю, на ананас очень хорошо отзывается. И что мне это даст? И что у меня в прицепе или там в машине ананас есть? Нету. Ну и толку мне, что ты ложь на нас? Мне важно будет, какой фракции ты кормишь, каким объемом корма ты кормишь, сколько ты аромы даешь там, заливок, какие ты заливки даешь, это важно. А каким вкусом ты кормишь? Да мне вообще плевать, понимаешь? Потому что у меня нету этого вкуса, чтобы повторить это. Поэтому, ну как бы, ловите на одну прикормку, создайте эффективную одну прикормку и ловите на нее, и у вас будет намного эффективнее ваша ловля. Задавайте еще вопросы. Так, Вадим Назаренко задает, Александр, как относишься к сегментированной кукурузе? Я к кукурузе, хорошо, отлично отношусь, к ферментированной негативно отношусь. Объясню почему. Вот очень мало людей, кто может отделить процесс ферментации от прокисания, от брожения. Если вы можете определить процесс ферментации, что такое процесс ферментации? Как я понимаю, это разделение белков. Есть белок, и в процессе ферментации белки разделяются на более простые. если простыми словами сказать, то этот продукт будет намного легче усваиваться рыбой, чем, например, вареный. Но процесс ферментации, процесс брожения это вот очень-очень близко находится. И вы можете думать, что у вас ферментированная кукуруза, а у вас забродившая. И эта кукуруза будет уже отталкивать карпа, и когда он будет подходить к точке, она его будет настораживать, и он будет уплывать. Поэтому я не использую рыбные вкусы бойлов. Почему? По той же причине. Потому что мне кажется, что рыбные вкусы бойлов, они будут работать в определенных условиях очень шикарно, отлично будут работать. Но в больших вероятствах в больших случаях они будут наоборот хуже работать. Так же, как и специи. Вот многие любят специи. Бывают, они разрывают водоем. А бывает, что с большей вероятностью они просто засаживают спортсмена. И поэтому то же самое с ферментированной кукурузой. Вы можете одну рыбалку отловить шикарно, а потом четыре рыбалки не ловить. Я, как я использую кукурузу, я ее беру и просто на водоеме варю. Если вы смотрели мои видео с дикаря, если не смотрели, вы уже знаете, что я на дикаре очень эффективно ловлю на зерновые. И считаю, что зерновые с высокой долей вероятности будут выигрывать на таких двухдневных сессиях у бойлов. Вот мое это убеждение на данный момент такое. Я беру просто пшеницу и кукурузу и варю на водоеме перед рыбалкой. Либо я варю на первый день дома, с вечера например варю, утром приезжаю, кормлю до вечера, а уже следующим утром варю и все. У меня есть скороварка советская такая. Я в ней варю, наверное я уже рассказывал не один раз, давайте не один раз как я варю. То есть можно варить в кастрюле, а можно в скороварке. Чем отличается варка с кастрюлей, от скороварки. В кастрюле практически нереально сделать кукурузу чтобы она была мягкая, чтобы вы ее брали и она мягенькая была. Вы сколько ее не будете варить она всегда будет твердая. Мне кажется это карпу может быть в каких-то случаях и нравится, но в больших случаях это будет менее нравиться. Такая кукуруза будет дольше перевариваться у него в животе и соответственно он будет больше промежуток времени когда он поел у вас на точке отошел и подошел если кукуруза будет мягенькая такая когда вы ее варите в скороварке то карп поел ее отошел быстрее переварилась она у него он вернулся и соответственно чем он чаще будет возвращаться тем выше вероятность что вы поймаете больше и я беру советскую эту кастрюлю перед тем как варить кукурузу ее обязательно хорошо промывая чтобы все вот эти хлопья главные вот эта химия которая обрабатывает кукурузу чтобы она дольше хранилась чтобы ее максимально смыть я ее промываю 3-4-5 раз промываю хорошо смываю потом на 1 кг я кладу кукурузу сухой кладу 250 грамм сахара это очень много сахара я делаю так и варю варю час час двадцать вот час час двадцать это после момента закипания закипела и только тогда ну как бы я начинаю считать час 20 и самое важное вам не нужно выключать скороварку если то есть не то что обучать открывать скороварку то есть час 20 прошел выключаете газ и ни в коем случае не открываете скороварку пускай она постоит еще 2-3 часа она на томиться там и вы когда откроете она будет такой мягкой будите брать вот так и она будет раздаливаться Это очень эффективная насадка. Можно и в насадку доставить ее, и ловить. Но в насадку я редко ее ставлю, а кормить ей просто идеально. Очень часто бывает, что на дикаре делаешь 4 точки, из них 2 точки на зерновые, 2 точки на бойло. Зерновые плюют с бойло с ног. Так что пользуйтесь на здоровье, я думаю, кому-то это будет полезно. Так, давайте следующий вопрос. Так, сколько? Саша, сколько заливать ликвидом при кормку? На что обращать внимание по количеству залитого? Посмотрите, ликвид это тоже очень опасная история, когда он в больших количествах. Я всегда говорю, что при стандартных условиях мы заливаем 30 грамм ликвида на 1 килограмм корма. На 1 килограмм 30 грамм. Если вы ловите на илу, очень часто бывает, что ликвида нужно лить больше, 50-70, а то и 100 грамм на 1 килограмм корма. Потому что ил бывает разный, какой-то ил воняет, какой-то ил не воняет, и, соответственно, приловленную илу мы увеличиваем объем. Следующий момент, очень многие рыбаки особенно берут, когда с собой кукурузу, они покупают миласу и ЦСЛ, которые стоят, особенно в Краснодаре, в районе 10-15 рублей залито. Они неимоверно начинают заливать корм. Я считаю, что вот именно эта заливка и убивает корм. Потому что бытует такое мнение, что миласа и ЦСЛ типа натуральными компонентами невозможно убить точку. Я считаю, что просто легко-легко это сделать. И вот именно вот этими миласами и ЦСЛ-ами люди убивают себе форму. Особенно те, кто... Почему миласа и ЦСЛ? Потому что она стоит дешево, и ее можно лить... Когда ты выливаешь литр, и он стоит у тебя 20 рублей, либо ты выливаешь литр, он стоит 1000 рублей. У тебя сразу будет рука переворачивать за 1000 литров в обратную сторону. И поэтому наливают этот... И вот это не привлекает, а она отпугивает карты, и карты не подходят. Либо подходит, когда это все максимально выветрится через 5-6, а то и 12 часов. И только потом начинает ты карты. Поэтому по ликвидам очень будьте осторожны. Мы миласу ЦСЛ не используем. Ребята, спасибо, столько много пишите. Я реально честно пропускаю, потому что я открываю то, что я вижу, и читаю. Так, какой процент ореха перемалываешь по отношению к цельному? Какой процент ореха перемалываешь по отношению к цельному? Это все зависит от вашей тактики лова. Если вам нужно покрыть большую площадь, например, свима, либо затормозить рыбу. Вот вы стоите, например, давайте возьмем соревнования, потому что я очень много выступаю на соревнованиях, и буду рассказывать относительно соревнования, когда вы стоите в плесенье. Вы стоите, например, в грядке. Грядка, это какая-то сектора, берег идет, вы там 1, 2, 3, 4, 5, 6, до 20, например. И вы стоите там 10. То есть слева там 9 команд, и справа там 10 команд. И вы стоите. Конечно, вам нужно кормить максимально мелкой фракции, чтобы рыба, когда идет, она максимально задержалась, питаясь вот этот мелкую фракцию, собирая. Соответственно, когда вы, например, кормите в течение дня, вы можете кормить мелкой фракцией, более мелкой фракцией. Когда вы кормите на ночь, вы можете давать более крупную фракцию. Соответственно, здесь вам сложно сказать, то есть не то, что сложно, невозможно сказать, что вот там, Леша, бери, к примеру, 30% мали, 70 цельного, и все, и будете счастье. Не факт, вообще не факт. Я говорю, идеально, когда, ну, мне это так сказать, с большей вероятностью вы выберете, если вы будете давать больше мелкой фракции, чем если вы будете кормить только крупной фракцией. То есть вот так. А там дальше уже нужно экспериментировать и смотреть по ситуации. Александр, можно еще раз, что за порошки используйте? Можете посмотреть у меня видео, я показываю где-то видео. Вадик Гасанов и Леша Артухин, они продают бетаин и протеин. Саша, привет, оставь стрим записи, с работой опоздал. По истории за прошлые пару лет в это время температура. Средняя глубина водоема 1,8 метра. Площадь 4 гектара, 500 карпов. И вопрос по корму. Возможно использовать только прейзер бойлы и пелец. Что лучше взять, рыбные или складки? 4 гектара это очень маленький водоем. Я бы на вашем месте вообще бы не кормил и ловил бы на 2 удилища. И старался бы ловить на водоеме тогда, когда не будет других рыбаков. Если есть возможность. 2 удилища и поиском со стиком ловить. Это очень маленький водоем. Там кормить вообще не надо, потому что вы карпу можете под нос частыми перезабросами попадать. Скажите, пожалуйста, размер крючка скорее зависит от размера желаемой рыбы или от размера бойлы? Как это сочетается? Ну вот я поймал 2 своих бикфиша. У меня бикфиш был сначала 21 килограмм 800 грамм. И потом был бикфиш 23 килограмма 100 грамм. Я 2 раза поймал этого карпа на крючок 8 номера. Была засечка наглуха. То есть размер крючка и от размер рыбы вообще никак не влияет. Мелкий крючок всекается значительно лучше, чем большой крючок. Насадка относительно крючка. Это, думаю, да, играет роль. Я бы на очень маленький крючок не ставил большую насадку. На крючок, например, 8 номера не ставил бы насадку 24 бойл. Вот когда я поймал этих рыб, то в первом разе у меня на 8 номере крючка стоял насадка орех с 10 попапом половинкой. Крючок лишал, а вот это болталось. Орех с попапом болтался. А во втором случае у меня стояла тонущая клубника 15. Я кормил клубникой от Red Carps и тонущая клубника тот же бойл, которым кормлю. Вот кормовая 15 клубника с 8 номером крючка. Засечки в 2 раза были просто идеальны. Привет из Юка, Украина. Возможно, дурацкий вопрос. В декабре ожидается турнир. По жеребьевке выпал свим с... Уже жеребьевка была? Интересно. С аэратором. Если не будут видны выходы рыбы, какой план действия? Уходим дальше от аэратора или возле него. Аэратор это приток воды или там... Как я понял. Если это приток воды, то я бы рядом с ним ловил. Потому что приток воды это приток кислорода, рыба все равно будет там крутиться. Однозначно. И в декабре ловля... Ну, это практически без корма, на стиках, с мелкими насадками. Перезаброс раз в 2-3 часа. Я думаю, такая тактика ловли будет идеальна. Либо делать точки под каждое удилище, если 4 удилища. Но корма давать это пелец 2 мм и тигровый орех молотый, прям в кашу. И все. Пелец и орех. Можно еще конопли. Я бы давал так и на стиках ловил. По объему корма давал бы не больше 2 спомбов со старта. 2 спомба со старта и рядом был ловил бы. И вот так в каждую точку. После поклевки 1 спомбу давал. Вот такой тактик. Здравствуйте. Какой шок-лидер вы используете на рабочих маркетинговых из плодовых удилищ? Один и тот же шок-лидер использую. 0,32 мм. Китайский шок-лидер, 8-жильный. Вы можете под моим видео, под любым видео на канале, есть в закрепленном комментарии ссылки на Алиэкспресс, товарами, которыми я пользуюсь и которые проверены. Можете туда зайти, там есть ссылка на эти шок-лидеры. Доброго времени сюда. Подскажите, пожалуйста, можно ли использовать плетенку для ловли карпа? 100% можно, почему нет? Только на плетенке у вас будет больше сходов. Плетенка используется для ловли карпа тогда, когда вы ловите на, например, в завоз на дальних дистанциях. Дальние дистанции это 150+, 200+, 300 м. Чтобы у вас от вашей удочки до насадки была максимальная чувствительность. То есть плетенка не тянется, и соответственно у вас индикация поклевки будет максимальная. Если вы будете на дистанции 200-250 м использовать леску 0,25, чтобы индикация поклевки прошла, у вас карпа надо взять насадку, проплыть метров 5, наверное, 7, и только тогда у вас создастся первый пик. И чтобы этого не было, у вас многие используют плетенку. На дистанциях 50-70 метров я бы не использовал плетенку, потому что когда вы будете вылаживать, у вас будет жесткое соединение от катушки до крючка, и каждый рывок будет отдавать в руку. И вам нужно будет максимально эффективно работать с фрикционом и удилищем. Ну как бы этого, просто в этом нет смысла на дистанциях 50-70-80 метров плетенки. Плетенка есть смысл тогда, когда вы ловите на сверхдальных дистанциях, и когда вы ловите перед корягами. Перед корягами, перед травой, перед камышами, тогда да, чтобы у вас при поклевке не было растяжения лески, и карп не смог уходить туда в коряги, в камыши, в траву. Это да. В остальных всех случаях леска вообще 0,3 решает опрос. Вот у меня 0,3 леска, я на нее ловлю вообще без проблем. Раскрою тему закупки бойлов зимой. У каждого производителя очень часто есть предзаказ, образно стоит, вот например у Роткарта стоит бойлов там 400 рублей, они перед сезон заканчивается, они объявляют предзаказ. То есть вы переводите деньги, там заказываете, например, 100 килограмм, и цена уже не 400 рублей, а 300 рублей. То есть вы платите, а бойлы вам отправляют в начале марта, там в конце февраля. То есть вы заказали, и вы уже будете знать, что вам пришлют свежие бойлы, хотя у Роткарта нет складских запасов, и они постоянно свежие бойлы продают. Но все равно вы будете знать, что в маркет вам пришли бойлы, которые скатаны в феврале, и они максимально свежие. И вот так я вот заказываю на сезон. Можешь рассказать про свое решение, когда переходишь на Z-Krick, что приводит к такому решению, когда останавливаешься. Z-Krick это такая вообще тема, которую я не умею ловить. Я сразу вам говорю, я никогда не ловил успешно на Z-Krick. Мы сколько раз не пробовали ловить на Z-Krick, у нас не получалось. У нас как вот на Каневском. Z-Krick это обычно ловля на глубоких водоемах. 3 метра плюс, 4, 5 и дальше. На Каневском глубина позволяет ловить на Z-Krick. Многие говорят, что мы успешно ловим на Z-Krick. Ну как бы иногда хочется тоже попробовать. Но у нас никогда не получается. Как выходит? Как принимаем решение? Чаще всего, когда у тебя дно не клюет, ты сидишь, час не клюет, два не клюет. Ты пробуешь разные дистанции, дальше от корма, ближе от корма, в корме, левее, правее, не клюет. Ты думаешь, что рыба ушла в толщу воды. Ставишь Z-Krick. И у нас очень часто бывало, особенно на Каневском в последний раз, ставишь Z-Krick, в точку, например, две палки стоят. Одну палку дно, одно Z-Krick. Ставишь, только Z-Krick ставишь, он проходит полчаса, не клюет и уезжает дно. Ты думаешь, блин, перезабрасываешь дно, опять дно уезжает. Убираешь Z-Krick, ставишь дно. Потом опять не клюет, не клюет, не клюет, солнышко хорошо вышло. Думаешь, там вверх свои слои прогрелись, там как бы карп наверх поднимется, там стоит. Из-за этого не клюет. Z-Krick ставишь, только ставишь Z-Krick, опять уезжает дно. И у нас на Каневском, мы, наверное, три турнира пробовали на Z-Krick поймать, ни одной рыбы не поймали. Ни одной. Я за свою жизнь, вот сколько раз не ловил он Z-Krick, поймал всего одну рыбу. Так что, ну, как бы, ловля Z-Krick, это не для меня, я не могу вам ничего не учить. В теории я знаю все про Z-Krick. Как ловить, делать, какие кулички, какие поводки, какие насадки, какие толщи воды облавливать, когда лучше, какие монтажи, какие груза лучше использовать. Все это знаю. Но, чтобы успешно ловить, не было у меня успешного ловить. Было со дна, была ловля, 162 рыбы за турнир. 822 килограмма. Я думаю, в России такой рекорд, ну, у 10 человек, наверное, есть. Но вот такая ловля у нас была. Как бы, вот так. Но на Z-Krick мы, не мы, а я зеленый вообще. Саша, привет, какая твоя любимая карповая палатка и шатер? Ну, не знаю, ретрит, большая палатка, там место просто огромное. Чем больше палатка, тем лучше. Чтобы она ветроустойчивая была, мне нравятся большие объемы. Но, когда мы ловим, например, в спорте, в жестком спорте, когда высокий темп, там палатка пофигу какая. Главное, чтобы она стояла, и ее ветром не сносило. Шатер, конечно, лучше. В спорте, там, везде. Он по всем параметрам лучше. Летом в нем прохладнее. Как правило, шатер, он выше. В нем можно полный рост встать и стоять. Он ветроустойчивее чаще всего. Вот особенно нэшевские шатры. Не знаю, мне шатер больше нравится. Палатки так. Но вот этот сезон мы отловили в ретрите. Не знаю, крутая палатка, еще с накидкой. Там вообще место просто. Мы три раскладушки ставили, стол. Короче, там вообще место. Валом. Задавайте вопросы, буду отвечать на них. Так, давайте пролистаем. Вы показывали, что у вас есть запасные шок-лидеры, они у вас намотаны на мобильную отлески. Зачем запасные? Когда обрыв или когда потерся? Все правильно. Очень часто бывает, например, вы лодите, это все касательно соревнований. Если вы лодите на обычной рыбалке, вы можете это не делать. Ну, я бы и на обычную рыбалку это сделал. Это вообще не... Вы дома это сделали один раз и забыли. Я отмеряю кусками, например, по 6 метров шок-лидер. На конце вяжу петлю обычную, в которую вы продеваете лидкор. И начинаю наматывать этой петлей на пустую бобину. Намотал, и у меня остался кончик. Потом отмеряю еще 6 метров, вяжу опять же петлю, и вот этим кончиком, который от первого остался, в эту петлю просовываю и один узел завязываю, чтобы просто соединить их. Когда вы потянете, потом этот просто узел разъедется и все. И дальше наматываю. И вот так там 20-40 делаю шок-лидеров. И у меня катушка с вот этими шок-лидерами. Что это дает? Это вам, когда вы оборвете или что-то случится у вас, вам нужно будет привязать новый шок-лидер. Первое. Очень часто бывают обрывы, например. Вы заброс делаете, перехлест где-то и отстрел. У вас обрыв всегда, в большинстве случаев, происходит прямо на соединении шок-лидера с леской. И когда вы ловите в спорте, вам не нужно будет отмерять точную дистанцию этого шок-лидера. Вы знаете, что у вас каждый шок-лидер 6 метров. Вы просто берете, привязываете новый шок-лидер, и вам не нужно потом идти переклипсовывать палки. У вас палка уже будет заклипсована ровно, потому что у вас все шок-лидеры, они одинаково ровные. И вам не нужно уже будет потом идти и проверять, метка там стоит или не там. Это первое. Второй момент. Вам не нужно отмерять все. Стоять там, отмерять 6 метров, потом вязать петлю, потом, ну как бы, связывать. Это уже все сделали. Вам нужно будет только привязать, вот у вас бобина, на ней кончик шок-лидера. Этот кончик привязать к леске, отрезать кончики, расплыв просто вот так бобину до соединения вот этого шок-лидера с следующим. Растянуть, продеть в лидкор, и все, у вас все готово. Это сокращает время перевязки, ну, в несколько раз. И что самое важное, что самое важное, вам не нужно переклипсовывать удилища, потому что у вас шок-лидер будет ровно такой же, как у вас и был до этого. Да, и вы правы, вы написали, когда там... Чаще всего это не то, что в корягах, это вот когда вы забросы выполняете на свердальной дистанции, просто по необъяснимым причинам. Где-то вы расслабились, где-то вы коснулись земли, где-то вылет нарушился, задели напальчником леску, которая вылетает. Разные варианты. И происходит отстрел. Чтобы потом не заморачиваться, быстро перевязал и все. Очень удобно. Я не понимаю, почему это до сих пор люди не делают. Я это один раз делаю, там 50 где-то шоков. И все, я забыл. Тем более я использую плетенку, например, из Китая, для шок-лидера. 500 метров стоит 1200 рублей. 1200 рублей 500 метров. Я беру вот эту 500 метров. И вот сейчас заказался, она придет, я на следующий год как сделаю? Старую бобину, которая от этих 500 метров, и новая бобина. С новой просто перевяжу на старой по 6 метров. Дома отмерил, сидишь, чик-чик, отмерил, намотал, 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 сделал себе эту бобину, и все. Эти 500 метров шок-лидеров у тебя уже перемотаны. Вообще вопрос не. Единственный момент помните, когда вы это делаете. Я раньше вот столкнулся с такой проблемой, что я вязал петлю маленькую для рабочего удилища. Но бывают такие моменты, что отстрел произошел на сподовом удилище. А у вас вот эта маленькая петля, она не влазит в спомб. И поэтому я сейчас вяжу сразу большие петли. То есть большая петля, чтобы она влазила в спомб. И когда случается отстрел на спомбе, у меня этот шок-лидер также подходит как для сподового удилища, так же и для рабочего удилища. Надеюсь, максимально понятно. Какой узел лучше между леской и шок-лидером? Я думаю, два узла, которыми можно вязать. Первый узел – это встречный узел. Вяжется, можете посмотреть в интернете. Кровавый его еще, по-моему, называют. Отличнейший узел. Практически невозможно, чтобы он развязался. Единственный момент – его дольше вязать. Второй узел, который я использую всегда и везде, и на всех удилищах, когда связываю основные рабочие удилища и сподовые удилища, когда связываю леску с шок-лидером и плетенку с шок-лидером – это узел Allbright. Единственный момент, что вы должны помнить по леске, например, вы связываете леску. Чем тоньше леска, тем больше оборотов. Когда тонкую леску я связываю, например, 0,23, то я делаю 9 оборотов в одну сторону, один оборот в другую и затягиваю. Если я связываю леску, там, например, уже 0,26-0,28, то я делаю 7 оборотов. Также с леской 0,3. 7 оборотов в 6, 7 оборотов делаю в одну сторону, один оборот в другую и затягиваю. И следующее, что самое важное в вязке этого узла, после того, когда вы связали узел, протянули концы, вам нужно сделать вот так 20 раз. Если вы этого не сделаете, то придет момент, когда у вас узел этот развяжется. Он не сразу развяжется, он может быть и не развяжется, но придет момент и случится такой момент, что он у вас развяжется. Вот так протянуть его надо, имитировать рывки рыбы и только после этого обрезать, оставляя по 2 мм кончики. И если вы протянете вот так 20 раз, то с высокой долей вероятности, процентов 99,9, этот узел невозможно, чтобы он развязался. По крайней мере, у меня он не развязывается. Раньше были моменты, что он развязывался, но я не протягивал его, я не понимал это. Где-то в каком-то ролике я увидел, что человек объясняет, что нужно протягивать, я стал протягивать и перестал развязывать. По поводу, когда вы связываете этим узлом плетенку с шоком. Тут такой же алгоритм. Чем тоньше плетенка, тем, смотрите, если вы связываете шок-лидер, у вас, например, 32-й, а когда вы связываете леску с плетенкой, вы обороты делаете шок-лидером. Когда вы связываете плетенку с плетенкой, обороты вы делаете той плетенкой, которая тоньше. Если у вас, например, шок-лидер 0,32 или 0,3, а плетенка, например, 0,14, то обороты вы делаете плетенкой. Если плетенка 0,18 или 0,2, вы делаете тонкой плетенкой. И, соответственно, чем тоньше плетенка, тем больше оборотов. Вот если я на дальняк кормлю 0,14 плетенкой, то оборотов делаю 11, либо 13. 11-13, потом 2-3 оборота в обратную сторону и все то же самое. Затягиваю, протягиваю и кончики можно делать не 2 мм, на тонкой плетенке можно сделать вообще 4 мм, а на шок-лидере обрезать 3 мм. Она все равно распушится и она никак не влияет на вылет, но это будет дополнительная ваша безопасность, если узел еще потянется. Все, этот узел вяжется, самое быстрое, которое я знаю, узел, который используют для соединения шок-лидера с основной леской, это Allbright. Самый быстро вязывающийся и один из самых надежных узлов. Так, следующий вопрос. Попил водички. Саша, подскажи по клондайку. Саша, подскажи по клондайку, примерно русло 90 и небольших выходов из русла, образно 70 и 100, кормить и ловить 72 и 98. Я два или три раза ловил на клондайке, рассказываю историю. Мы ловили в 12-м секторе и в 7-м. Значит, два раза ловили. Нет. В 12-м, в 7-м, в 5-м, по-моему, ловили. Короче, в 7-м и в 12-м точно ловили. В 7-м до противоположного берега 170 метров, в 12-м 150 или 145 метров было. Ловля на клондайке, как мне кажется, рыба клюет со всех дистанций. Что может клевать очень хорошо, и многие это недооценивают. Но на дистанции 30 метров и очень хорошо клюет из-под того берега. Также ее многие ловят прямо по центру водоема. Не заморачивайтесь, не привязывайтесь вот этим 10-12 сантиметров перепад. Это вот люди рассказывают, я нашел перепад здесь 2 метра, а здесь 2,14 или 2,18. Блин, когда слышу вот это, это такая чепуха. Вообще вот эти перепады я бы, ну как бы, не привязывался. Ловля простая. Либо под тем берегом, либо под этим берегом. Очень эффективно точки 30, 25, 30, 35 метров. Не дальше, не 50-60 метров, 25-35. Вот эта точка очень эффективна будет. И средняя дистанция, если вы хотите, то просто делите посередине прям. Вот если у вас до противоположного берега 150 метров, прям в середину кормите. 75 метров кормите. Вот у нас очень эффективно работало в 12-м секторе. Мы заняли третье место в личке. Я выполнял там, по-моему, второй или первый разряд. Очень хорошо до противоположного берега 115 было. Мы кормили 135 метров. Не лезли прям к тому берегу, потому что, чтобы дать рыбе вот этот 15 метров проход, чтобы она могла там проходить. Если мы прижали бы 145, она бы сваливалась бы сюда и транзитом проходила бы непонятно на каких дистанциях. И ловили бы мы ее непонятно. Мы дали ей 15 метров прохода этого, 135 кормили и 137, 138, 140 вот так ловили. Самая эффективная точка была. Вся основная рыба оттуда. Когда мы ловили в 7-м секторе, там 170 метров. Мы то же самое сделали. Мы кормили 155, 15 метров дали. И не помню, какая там точка эффективно ловила, но 155 хорошо давал рыбу. По-моему, это 90 метров, что-то вот точка у нас была. И она оттуда давала. Но мы недооценили точки вот эти 25, 30, 35 метров. Попробуйте, очень эффективно там будет ловить. Добрый вечер. Вопрос в оборудовании. Какие удочки используете для комфортной ловли 90 метров? И раскладушка какая вне царевны? Для удочки, первые удочки, которые у меня были, и хорошие удочки. Для дистанции 90-100 метров вы можете использовать любые удочки. И лучше всего, если у вас удочки, вы только начинаете использовать мягкие, параболики. Я говорю, вы никогда не пожалеете, если вы будете использовать удочки мягкие. Многие насмотрятся блогеров, профессионалов, как Саша Гром скажет, которые рассказывают, что надо там жесткие палки ловить. Начинаешь ловить, лучше сразу жесткие брать, чтобы там 300 метров кидать. Это такая чепуха вообще. Первой палкой у меня были Спортекс Эдвенсер. Идеальные палки. Они не дешево стоят, хотя они бюджетная линейка Спортекса. Но они мягкие, они комфортные. Мягкими палками вам намного будет легче забросить, если у вас нет техники заброса. Намного будет легче вываживать. То есть, когда будет Карпс совершать рывки, если вы еще неопытные, то это будет гасить его рывки. И как говорят профессионалы те же, это будет вам прощать ваши ошибки при вываживании. Так что любые палки по вашему бюджету, которые мягкие, параболики 3,5 лб, 3,25 лб, на дистанцию 90-100 метров, ими легко забросить. Я использую сейчас, у меня палки для спорта. Ну, как бы, эти палки большинству могут не подойти. Особенно для дальних дистанций. Они, наверное, 90%, там, 80% точно их не сможет прогрузить, чтобы они загрузились там на 90-100%, на 80%. Поэтому, ну, как бы, для средних дистанций, ну, короче, у меня линейка палок с компанией Vivo, Vivo Spectra. Есть Vivo Spectra, Vivo Spectra Distance, Vivo Spectra Extension Distance, это спорт. Вот Vivo Spectra, это для большинства рыбаков, они жесткие, даже для средних дистанций они жесткие. Ими можно и на дальняк пылинять. Рекорд ими я оставил, что-то, по-моему, мой, 170 метров. Vivo Spectra Distance, это чисто дальник. Это очень жесткая палка, которая подойдет немногим. Не гонитесь за вот такими палками жесткими. Потому что, если, ну, вот, смотрите, вы, например, не сможете ее прогрузить, да, и вы загрузите ее, ну, я вас уверяю, большинство людей на 50% даже не загрузить. И вы будете бросать на дистанцию, там, сможете ей бросить на дистанцию 130 метров, к примеру. А если вы возьмете более мягкий бланк, который вы сможете загрузить на 80%, на 90%, то вы этим бланком бросите на дистанцию 140-145 метров. И вы потратите при этом значительно меньше сил, чем более жесткий палка. Еще раз повторюсь, бытует очень сильное заблуждение у людей, что они думают, чем жестче бланк, тем они дальше бросят. Нифига подобного. Это будет работать только в том случае, если вы сможете загрузить этот бланк. Если вы не сможете этот бланк загрузить, дальше 100% не полетит. И что самое важное, это будет занимать, забирать у вас значительно больше сил, чем вы будете бросать мягким бланком. Так, Саша, если рыба все же увела под помост, то как ее вывести без потери? Да я не знаю, это все элементарно, но как-то вот обратно тянешь. Если она уже туда завела, очень часто она вокруг помоста крутится. Я знаю даже случай, ребята, она под помост завела, столб один обкрутилась, он удочку под помост, вокруг ее в обратную сторону раскрутил и достал ее. Не знаю, как это бывает. Ну, обратно вытягивайте. Цвет грузила имеет значение? Не знаю, я вот на этот счет сомневаюсь. Вот, здравая логика подсказывает мне о том, что, скорее всего, не имеет значения. Потому что в 90% случаев вы ловите на илу, вот, хоть вы даже думаете, что вы ловите на твердую, сверху все равно будет какое-то минимальное количество ила, там 2-3-4 сантиметра, который этот грузик ляжет, и его практически не будет видно. Вот. Я не говорю о тех, когда, когда там был 10 сантиметров 15. Вот это первый момент. И очень часто, если посмотреть подводные съемки, то видно, что карп плавает, плавает, и он даже бывает в леску упирается, в лидкор упирается, его не стораживает. Но здесь тоже следует помнить. Разные карпы бывают, и разные, они шугаются по-разному. Есть карпа, который настораживает, там, даже вот, как он говорит, цвет грузила. А есть карпа, которые, там, в леске упираются, и, там, на, когда питаются, там, такая муть создается, кого-нибудь, там, какой-нибудь цвет грузила увидит, непонятно. Поэтому, ну, как бы, я все равно, вот, внутренне понимаю, что цвет грузила, наверное, не влияет, я все равно использую цвет черный, вот такой, темно-коричневый, черный цвет, чтобы он максимально, там, был приближен к цвету дна. Цвет у дна. Так. Саша слышал что-нибудь про шатер Нэш Блокхаус 2022. Стоит свои деньги или нет? Ну, вот мы, не мы, а Вадим, мой напарник, купил такой шатер, и в следующем году мы будем в нем ловить, ну, а кубки России на чемпионате России, вот. Только тогда смогут дать обратную связь. Пока только вот то, что слышал с интернета, так же, как любой человек может найти это, посмотреть информацию. Это одни из лучших шатров, для, когда очень сильный ветер. Они небольшие, но очень ветроустойчивые. Саша, что в кружке налито? Вода налито? А я не употребляю алкоголь. Особенно на стримах. На стримах есть другие люди, которые употребляют алкоголь. В начале стрима нормально говорит, а концу стрима разговаривать не может. На дикарей ведь не нужен лидкор, ведь его предназначение, чтобы рыба не поранилась или замотается. Ну, лидкор, как по мне, его предназначение, это первое, это быстрота смены монтажей, это первое. Второе, это последний участок, последний отрезок вашей снасти, который максимально маскирует вашу насадку, то есть леску и так далее. Это второе. И третий момент, как говорят, что так как он более толстый, меньше вероятность его, что он попадет под чешую карпу и повредит. Это вот в моем понимании, для чего нужен лидкор. Если несложно, поставьте лайки, а то мало лайков и, мне кажется, трансляция вообще не высвечится ни у кого. Так, Саш, скажи, ты ловил на водоеме Высокопольной Липецкой области, как тебе водоем? Ни разу не ловил на этом водоеме, с радостью бы съездил бы половить, но не ловил. На Каневском ловил, на Братковке ловил, на Кландайке ловил, в Питере ловил, на Кавашах. В следующем году на Павловске хочу съездить, на Каваши, но Каневской на Высокополе не ловил. Очень хочу половить на Павловске. В следующем году, возможно, будет там турнир один. При ловле в завоз используется Шоклидер и Лидкор. Лидкор используется всегда, но если Вы карпятник, то Лидкор используется всегда. Шоклидер может не использоваться. При ловле в завоз он не нужен. Шоклидер нужен для того, чтобы выполнить силовой заброс, и во время этого силового заброса у Вас не оторвалась оснастка. Все. Он, как правило, из плетеного материала, толстого. У каждого карпятника своя сила заброса, он может быть разного диаметра. Но средний диаметр Шоклидера для большинства карпятников это 0,28-0,3. Я использую 0,32, потому что у меня более резкий заброс. Кто-то использует 0,28, кто-то использует 0,25. Но если Вы ловите в завоз, он не нужен. Основная леска на конце петля и в Лидкор вставляется. Лидкор используется всегда. Задавайте вопросы свои, буду отвечать. Сейчас пролистаю. У Вас ссылки на Алиэкспресс товары есть на канале? Под каждым моим видео на канале, в закрепленном комментарии, не в описании к видео, а в закрепленном комментарии, есть ссылки на 67 товаров с Алиэкспресса. Это те товары, которые лично я в руках держал и которыми пользуюсь на данный момент. Может быть какие-то ссылки нерабочие. Может быть, например, Вы перешли по ссылке, не знаю, крючки, и Вы видите в рекомендациях у Вас на Алиэкспресс, у другого производителя эти крючки дешевле. Не надо покупать по моим ссылкам, которые я скинул. Я от этого не зарабатываю. Вы можете купить у любого другого продавца, где дешевле. И это будет правильно вообще. Самое главное, чтобы вы купали тот же товар, на который я даю ссылку. Про узел хороший вопрос. Монолидер 0,5. Монолидер 0,5. Я не знаю, для чего ставить монолидер 0,5. Бывает на водоемах ограничения по... Хозяева водоема ставят ограничения, что нужно использовать только либо монолидер. Монолидер, как бы. И минимальный размер монолидера, я думаю, вполне будет достаточно 0,4. 0,5 это вообще очень толстый будет. Вы там не свяжете, там будет узел такой, и будет так по кольцам деть. Я думаю, 0,4 будет достаточно, чтобы он не рвался при забросе и им ловить. Весной собираюсь на полностью дикий водоем съездить. Какие советы бы дал? Особенно интересует прикормка ее количество. Можете на моем канале зайти. Есть видео ловля на дикаре. Там 4 части. 4 раза я в этом году ловил на дикаре и записывал видео. Каждую часть можете посмотреть. Я от а до яда рассказываю, как я ловлю, что я делаю. И после просмотров этих частей, тем более сейчас месяц сезон не очень большое, у вас не останется вообще ни одного вопроса по лову. А если останутся, вы можете под любым моим видео зайти, задать этот вопрос, и я вам дам подробнейший ответ. На 100% вопросов, которые мне задают под видео, я отвечаю. Этим я и отличаюсь от всех блогеров карповой ловли. Что я рассказываю просто, это первое. Второе, понятно, это второе. Третье, полезно, о карповой ловле. Без вот этих всех воды, когда льют, 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 два часа рассказывают, а в итоге ноль полезной информации. Если цветная леска, не будет ли она оттубивать рыбу при использовании только литкора тогда? Про цветные лески. Смотрите, мое мнение такое. Мне кажется, если водоем мелкий, к примеру, метр, полтора глубина, вот, например, водоем в Родковке, очень мелкий водоем, на дистанции 70 метров глубина может быть 0,8, метр глубина. В таких случаях лески цветные будут однозначно настораживать карпа. Однозначно, мое мнение такое. На водоемах глубоких, если глубина 4 метра, 5 метров, вообще без разницы, вообще не будут оказывать влияние. Потому что леска будет в толще воды и будет под леской и над леской большой объем воды, где карп проплывет без вообще какого-то опасения. Вот такое мое мнение касательно лески. Александр Лоренс. Александр, скажите, пожалуйста, какие у вас любимые сигнализаторы по кроссу? Чем чаще пользуетесь на обычной рыбалке с вингером или бадами? У меня любимых, нелюбимых нет, но Fox нравятся сигнализаторы звуком своим. Вот мы с Вадиком, с напарником, с Димой, с напарником, с Краснодаром, мы ловим на Fox. Звук шикарный. Просто вопросов нет. Сам я ловлю, у меня два сигнализатора. Есть GRC, Radar CX, очень хорошие сигнализаторы, надежные, неубиваемые. И вторые сигнализаторы есть с AliExpress, также у меня ссылка на них есть. Monster Car продает и Shark продает, с такими срожками. Также сигнализаторы неубиваемые. Стоят всего, я их покупал, за 5000 рублей. Я два сезона ими отловил на рыбалках, на дикарях, на соревнованиях у нас здесь, в Калининградской области. Я даже GRC-шки свои не доставал. И вообще без вопросов. Единственный у них минус, что они жрут батарею, если они оставляют батарейки в сигнализаторе. Я после каждой рыбалки батарейки достаю и все. И вообще вопросов нет. Очень. А по поводу свингеров или батов, то я пользуюсь только свингерами. На данный момент у меня свингеры Fox, Евро. Очень удобные, хорошо держат, неубиваемые свингеры такие. Бады нужны тогда, когда у вас очень неактивная рыба, когда поклевки очень галые, они легенькие должны. Но второй минус у них, у них есть существенный минус, когда ветер, начинают болтаться и потом случайные поклевки происходят. Мне это очень нравится, поэтому использую свингеры. Как приманить крупного сазанана на дикаре? По холодной воде кормлю по 3-5 дней и подходит только тузик по 800 грамм. А есть томос 12+. Кормлю кука с пшеницей. Очень хороший вариант кормить долго, не знаю почему тузики подходят, пробуйте ловить дальше от корма. Например, если вы кормите 5 дней в дистанцию 100 метров или 50 метров, пробуйте ловить от корма 5 метров, 7 метров от корма, но продолжая кормить эту точку. Часто бывает, что крупная рыба держится дальше. Пробуйте больше насадки ставить, чтобы ваша насадка не поднимала тузик 800 грамм. Очень часто бывает, что когда вы часто много кормите, собирается мелкая рыба и она быстрее поднимает насадку, чем крупная. И соответственно, ваша насадка не дожидается крупной рыбы. Увеличивайте размер насадки. Александр, есть ли смысл добавлять зерновые в корм к бойлам? И ореху на платнике за 3 на 3 дней? Александр, есть ли смысл добавлять зерновые в корм к бойлам и ореху на платнике на 3-х дневной сессии? Да всегда смысл есть. Когда вы на рыбалке ловите, вообще зерновые будут очень хорошо работать. Да бывает, что на соревнованиях даже добавляем кукурузу. Вот у нас здесь в Калининграде когда ловим, на одном водоеме очень хорошо карп отзывается, когда кукуруза в корме. Мы процентов 15 добавляем кукурузу. А на обычной рыбалке вообще без проблем можете добавлять. Самое главное, чтобы вы должны помнить, когда используются зерновые, чтобы они были свежие. Лучше всего варить их прямо на водоеме. Вот как бы так. И второй момент, что зерновые могут, если на платнике, то привлечь мелкую рыбу, и вы потом замучаетесь тузиков ловить. Если вы используете зерновые, и не привлекается мелкая рыба, кукуруза, пшеница очень эффективна вообще для ловли. Вне соревнований какой водоем выберешь, коммерческий или дикий? Блиц пошел. Раньше я ездил на коммерческий водоем, но мне нравилось. Сейчас, в этом году, я потерял интерес к коммерческим водоемам. Не знаю почему, но просто реально потерял интерес. У меня сейчас в следующем году будет, в этом году уже так было, либо соревнования, либо дикий водоем. Как бы на коммерческий водоем я не поеду уже. Ну, как бы, может быть, если друзья там пригласят на сутки поехать, там, в соревновательном режиме, половить там на две удочки, на три, может быть, и поеду. Но вот так, чтобы осознанно ехать, не хочу коммерческий водоем. Какой-то кайф потерял. Вот рыбу ловишь, и вообще никакого кайфа не получаешь. Лучший канал про карповую рыбалку. Спасибо большое. Да он лучший, потому что, ну, как бы, когда я учился, вот я вам расскажу предысторию, когда я учился в карповой ловле, я смотрел столько карповых каналов, я смотрел все, что я мог находить по карпу. Я не знаю, почему, вот почему, я находил таких просто отморозков. Я вот не знаю. И вот исходя из этого, я вот смотрел такую чушь, люди там из себя строили, типа гуру ловли. Я вот сейчас анализирую, вспоминаю это. Такую ахинею рассказывали. Ну просто. Вообще, вот один из гуру карпишинга такого рассказывал. Берете пылик, очень хорошо работает. Секреточка. Берете пылик, 15-16-й, шапочку срезаете, клеем, клеем берете, суперклеем намазываете, и пупап приклеиваете. И потом у вас, как бы, пылик начинает рассыпаться, а клей не дает вот этой части рассыпаться, и это будет так просто эффективно работать. Я тогда насмотрелся этой, думаю, блин, тема вообще. Полетел на водоем, пылики там, клеил. Я сейчас вспоминаю, я сейчас вспоминаю, но это такая ересь. И этот человек в карпишинге очень известен. Я не буду его называть, как его зовут, но это такая блуда. И это тогда он уже, он же карпа осознанно ловил, очень хорошо ловил карп. И вот такую херятень я вбивал себе в голову. И потом на рыбалках, вместо того, чтобы карпа ловить, клеил пылики суперклеем. Понимаете? О! Спасибо за советы. UK это Англия. Понял. Частье ограничения по символам. Вот и сокращаю. У нас орехи под запретом. Благодарю. Да, я тоже часто слышал, что в Англии, в Европе орехи запрещают кормить, что, типа, плохо влияет на карпа. Не знаю почему, но вот такая вот история, да. Александр, на Каневском рыба лучше ловится на Лу или на твердых травянистых участках? Ну, как бы, если вы ловили на Каневском, то вы, наверное, бы знали, что вот я ловил на Каневском пять раз и в пяти разных секторах. Я ни разу ни на... в одном секторе не нашел твердый участок. не знаю, может быть я так плохо маркерюсь, но прям чтобы сказать, чтобы ты тянешь маркер, он тук-тук-тук-тук стучит, ни разу не было. У нас был, мы стояли, не помню, в четырнадцатом секторе, или в тринадцатом секторе. Мы сто семьдесят метров забрасывали с маркерным грузом и я говорю, давай посмотрим вообще вот дальше, что с 170 метров будет. Поставили пулю обычную, которым мы рабочими удилищами бросаем. Давай попробуем туда максимально далеко кинуть и куда добросить. И я бросил на 192 метра марта. И мы дальномером его, наверное, минуты три пробивали. Он просто не берет дальномер и не пробивает. И хотели посмотреть, ну какая там будет глубина. И получается на конецком вот так. С этого берега начинается свал, свал, свал и потом подъем, подъем, подъем. И на всем протяжении вот этом твердых участках нет. Не знаю, многие рассказывают, что мы на твердяке ловили 150 метров, 145. Ил заканчивается, твердяк начинается, туда попадаешь, там палки едут. Ну как бы я таких людей называю фантазерами. Не знаю. Главное, чтобы люди в это верили, а там, главное, чтобы они ловили. А там твердые, там. Мы ловим, как мне кажется, 99 процентов это ссыла, наконец-то. О, про арахис. Вроде за арахис так говорят, а орех можно. Историю рассказываю. Поехал я как-то в ноябре два или три года назад на водоем. Второй или третий ноября. Температура воды 5 градусов была. Или 5, или 4, или 5 градусов. Я взял с собой на двое суток 2 килограмма конопли. Я думал, я буду на стихах ловить 2 килограмма конопли. И пол ведра я взял кукурузу. Просто сухой кукурузу. Я взял это для того, чтобы не землю грузить, а кукурузу. Мне дали два спода. С2Д спод и Спортекс 8-лбовый. Я хотел их потестить на сверхдальней дистанции и потренироваться, просто покидать. И я отобросился на коноплю. В каждую точку по 2 спомбы конопли дал. И у меня палки поехали. Температура воды плюс 4 или плюс 5 была. Раз палка уехала, два. И у меня вот эти 2 килограмма ушли за первых 4-5 часов. Все. И у меня больше ничего нет. И я, короче, в итоге вот эти полкилограмма, пол ведра кукурузы сварил и за 2 суток поймал 22 карты. На вторые сутки у меня закончилась кукуруза эта. Кормил чисто кукурузой. Вода плюс 4-5 была. На улице колотун был вообще. Рыба клевала как из кулемета. Это вот к тому, что, знаете, холодная вода и рыба просто неактивно становится. На одну кукурузу кормил. Одной кукурузой. Вот. Заканчивается кукуруза. И я с собой брал жареные арахисы. У меня было полкилограмма жареного арахиса. У меня кукуруза закончилась и все. Я вот перестаешь кормить, вот поклевка. После поклевки 2-3 спомбы даешь 4, 20-30-40 минут 50 проходит. Поклевка опять. Так. Здесь у меня кукуруза закончилась. Я после поклевки не дал спомбы. Все, у меня тишина. И я вот эти полкилограмма арахиса выкинул в точку. И у меня потом до... Это было где-то в районе обеда. До позднего вечера ни одной поклевки. И до утра ни одной поклевки не было с этой точки. Хотя другая точка, которая вообще без корма была, она еще пару рыб, по-моему, принесла. А вот когда я арахис закинул в точку жареную, все, она сразу обрубилась. Не знаю, жареная арахис повлияла так, либо то, что он жареный был, как-то ароматику какую-то выделял. Не знаю. Но вот арахисом я кормил один раз, который брал для себя и выкинул полкилограмма. Как бы в точку. Так. Вроде зареги. Так. Саша, используйте вы живые насадки. Видел монтаж. Попап наполовину срезанного сверху опарышка. Нет, в рыбалке не использую живые насадки, но с высокой долей вероятности думаю, что живые насадки будут выигрывать у бойлов и пупапов и так далее. Но я никогда не использовал. Так. Уже два часа стрима. Два часа стрима прошло. Надеюсь, всем было полезно. Те, кто не подписан на мой канал, прошу, пожалуйста, подпишитесь. Это ваша будет благодарность мне, чтобы я дальше делал стримы. Следующий стрим я буду выпускать на следующей неделе. Либо раз в неделю, либо раз в две недели. Вы свои вопросы, вот когда этот стрим сейчас закончится, он выйдет, у меня на канале появится, вы под стримом подумайте, пишите свои вопросы, комментарии оставляйте с вопросами. Эти комментарии я сформирую вот на такой листочек себе и на следующем стриме я на них начну, с них начну отвечать. И в процессе стрима уже потом буду отвечать на ваши вопросы, которые вы задаете уже в чате. Надеюсь, такой формат вам полезен. И еще, можете в комментариях, когда стрим выйдет, напишите, пожалуйста, какой бы вы хотели. Может быть, мне что-то изменить, улучшить или дополнить, например, что-то. Может быть, там, не знаю, монтажи какие-то показываются. Просто удобно ли это будет, если я вот так буду показывать. Какие-то свои идеи накидайте потом в комментариях, чтобы я понимал, например, нужно это сделать, это, это. Чтобы данные стримы были максимально эффективны и полезны для вас. Всем пока.